13 российских ракет рано утром противник выпустил по Кировоградской области. По сообщению военной администрации, есть погибшие и раненые. Попали в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. В частности, в военный аэродром Канатова и в один из объектов Укрзалезницы. На месте работают спасательные и пиротехнические подразделения. В настоящее время без света в областном центре остаётся часть одного из микрорайонов. Андрей Райкович – глава Кировоградской областной военной администрации. Шесть многоэтажек, а также несколько частных домов повреждены в результате обстрела российскими оккупантами жилых кварталов Славянска. Отпустили кассетные боеприпасы. Ранены по меньшей мере трое человек. Российская армия совершает преступления на украинской земле, разрушая наши города и посёлки, убивая мирных людей. За всё придётся ответить. Павел Кириленко – глава Донецкой областной военной администрации. Обстрелом подвергся и Бахмут. Российский снаряд попал в индустриальный колледж, возник пожар, значительно повреждена кровля. Пострадавших нет. Тем временем российские захватчики объявили о закрытии на выходные Мариуполя, на въезд и на выезд, якобы с целью выявления украинских партизан. Будут проводиться усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия. Будьте начеку, не подвергайте себя опасности, почистите телефоны без лишней необходимости, не отходите от домов, обходите блокпосты, помогайте друг другу. Пётр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя. Несмотря на угрозы, мариупольцы продолжают борьбу с российскими оккупантами. В центре города снова появился нарисованный символ украинской нации – тризуб. Не сдаётся и Херсонская область. Во временно оккупированном Береславе на улицах города появились нарисованные сине-жёлтые флаги. За сутки украинские военные уничтожили в регионе пять опорных пунктов и два склада с боеприпасами противника. Появилась информация от советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича о том, что более тысячи российских военных удалось окружить и взять в котёл. «В Херсонской области уже две недели очень сложная обстановка у российских войск. Мы обошли их справа. Слева мы взяли Ольгино, частично и почти полностью Потёмкино. Это два населённых пункта справа и слева от Высокополья. Там, по сути, повторение Иловайска для российских войск, потому что более тысячи бойцов с вооружением и военной техникой находятся в тактическом окружении». Алексей Арестович – советник руководителя Офиса президента Украины. Также уничтожены два российских склада с боеприпасами в Донецкой области. Ещё один – в Луганской. Противнику по-прежнему не удалось провести штурм в направлении Углегорской ТЭС. Из-за неудач российские оккупанты из тяжёлой артиллерии хаотично обстреляли позиции украинской армии и районы 18 населённых пунктов на славянском направлении. Продвинуться не смогли. «На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Верхнекаменского, Стародубовки, Пескуновки, Северска, Белогоровки, Григоровки, Спорного и Выемки. Штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северского украинские защитники успешно отбили». Ожесточённые бои идут в районе подконтрольных Украине, Белогоровке и Верхнекаменке Луганской области. Противник привлёк для захвата региона «Вагнеровцев». «Видим, что у них проблемы с логистикой, подвозом боекомплекта. Плюс видим, что с личным составом тоже есть определённые нюансы. Сейчас в атаку бросают подразделения, состоящие из бойцов частных военных компаний. Это говорит о том, что они оттащили определённые свои батальоны для перегруппировки из-за большого числа погибших. Для того, чтобы начать контрнаступление, нам нужно оружие». Количество погибших украинских военных на фронте начало значительно сокращаться, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, если в мае-июне цифра доходила до 200 человек в сутки, то сейчас не превышает 30. Успехи достигнуты благодаря новым поставкам оружия от партнёров, в том числе и американских РСЗО «Хаймарс». По данным агентства Reuters, только за последние недели Украина смогла уничтожить более 100 важных целей российской армии. Продолжение следует... Продолжение следует...